Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инстатв. С прояснением ситуации с объемами программы количественного смягчения слухи все еще продолжают будоражить рынок. Очередным мотивом стало заявление главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, в котором ведущий экономист указал на приоритетный сигнал к сокращению стимулирующей программы в виде повышения инфляции до приемлемого 2-процентного уровня. Также Буллард вместе с главой ФРС Беном Бернанке ожидают ускорения темпов роста американской экономики по итогам текущего года до 3%. А пока экономисты обсуждают свои прогнозы, рынок труда вновь демонстрирует улучшение, следуя отмеченному зигзагообразному движению. Так, за неделю, завершившуюся 18 мая, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, стало на 23 тысячи меньше. Количество заявок составило 340 тысяч против прогнозов 347 тысяч. Не отстает и рынок недвижимости, где продажи новостроек выросли на 2,3% в месячном исчислении, что также превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших роста лишь на 1,9%. На оптимистичное настроение покупателей нового жилья значительно влияет снижение ипотечных ставок, а также рост доходов.